Сегодня в Тюмени обсуждают вопросы безопасности в школах и на транспорте. Для расширенного заседания в областной центр прибыл секретарь Совета Безопасности, представители российских министерств и главы уральских регионов. Молодежный экстремизм, охрана школ, защищенность населения от пожаров, тем на повестке много. Представители делегации уже побывали в новой школе, расположенной в микрорайоне Ямальский-2. Сейчас на связи со студией находится моя коллега Анна Рабчук. Анна, тебе слово. Добрый день, Никита. Да, только что делегация Совета Безопасности и Министерство просвещения закончила осмотр гимназии номер 49, 2-го корпуса. Делегации показали план учреждения, он рассчитан на 1600 учеников. И что немаловажно, дети не заходят на занятия одномоментно, всего три потока. Кроме того, здесь три автономных блока. Это средняя, начальная школа и блок, свободный для посещения местных жителей. Представители Совета Безопасности интересовало, как устроена охрана не только в этой гимназии, но и вообще в образовательных учреждениях области. По информации директора департамента по образованию, 78% в школах это постовая охрана. Этим занимаются частные организации, то есть за общественным порядком следят не вахтеры, а квалифицированные сотрудники. Также в двух учреждениях сейчас тестируют камеры с системой распознавания лиц. Поговорили на встрече и о трудных подростках, и неблагополучных семьях. В Тюменской области за этим вопросом следят не только школы, но и социальные службы, есть социальный центр «Семья», и на каждое негативное изменение в жизни ребенка оперативно реагируют. Также филиалы центра «Семья» есть в Тобольске и Ешиме. И если говорить о более глобальном, то уже 13 лет в Тюменской области действуют программы профилактики. Также представителям делегации рассказали о проекте «Киберпатруль». Может быть, он полностью не защитит от нежелательного контента, но контролировать негативную информацию можно. Предлагаю послушать небольшую запись встречи представителей Совета безопасности и представителей школы. Конечно, будут у нас эти вопросы, мы от них никуда в полном объеме не денемся, но минимизировать все эти последствия – это принципиально важно. И мы сейчас совместно делаем многие вещи, обсуждая, чтобы ввести определенные стандарты, требования, определенные понятные методики. Но и обеспечить школы сейчас всей первичной возможностью охраны периметра, обязательно. Возможности охраны здания специальными ЧОПами, либо Росгвардией. В обязательном порядке понимание всего коллектива педагогического и ребятишек, как себя вести в подобной ситуации. Ну а я добавлю, что тему безопасности в школах и в транспорте продолжат сегодня на совещании в правительстве области. Никита? Большое спасибо, Анна. На прямой связи со студией была наш корреспондент Анна Рапчук.